Прекрасный летний пейзаж. В строях фонтана на Клязьме искрится радуга, напротив мягкая зелень набережной Серафима Саровского. Скоро и правый берег будет однозначно радовать глаз. Пока же здесь идут работы. Ход благоустройства проверил глава Щелковского района Алексей Валов. Задача поставлена. До 15 августа сделать правую сторону, полный объем переложить плитку, накладки все сделать, ливневку сделать, освещение сделать. Ну и запустить в установленном порядке эксплуатацию этой набережной. Для того, чтобы была единая схема прохода от набережной Шмидта, вдоль улицы Шмидта, которая пойдет туда и так далее, так далее, по всему городу. Продолжается подготовка к благоустройству на набережной вдоль улицы Шмидта. Здесь также планируют реализовать большой проект. Создать инфраструктуру не только для неспешных пеших прогулок, но и для велосипедистов. Работы по правому берегу Клязьмы позволят развить единую закольцованную пешеходную зону в центре города Щелково, которая будет замыкаться на городской парк. Важной ее частью станет и сквер Пушкина, где сейчас продвигается реконструкция фонтана, который после завершения работ станет плоскостным. Строи будут вырываться прямо из-под земли. Также планируется высадить новые деревья. В целом Алексей Валов отметил, что темпы благоустройства в Щелковском районе в последние годы значительно увеличились. С приходом Андрея Юрьевича, конечно же, по всей Московской области пошли кардинальные изменения по всех направлениям, в том числе и в сфере благоустройства. То есть новый уровень качества жизни для жителей – это приоритет везде, во всех поселениях. Сейчас выборы пройдут и, наверное, еще больше возрастет требовательность к качеству жизни людей. Потому что на первом сроке, я так понимаю, все-таки губернатор, многие вопросы поднимал с нуля, а теперь необходимо уже развиваться. Значит, надо будет делать все быстрее, быстрее, быстрее и качественнее, качественнее, качественнее. Мы к этому готовы. Более 640 тысяч квадратных метров дорог планируют отремонтировать в Щелковском районе в этом году. Среди актуальных объектов была отмечена улица Заречная. Она связывает крупную промышленную зону с центральной трассой города, Пролетарским проспектом. Так, на улице достаточно велик объем грузового трафика. Асфальт быстро изнашивается. Ремонтные работы затронут участок порядка 1300 метров. В этом году сформировали соответствующие средства, вошли в программу и приступили к ремонту. Делан хорошо. Я думаю, что в короткое время, буквально еще дней 10, она будет приведена в порядок и будет устойчива к дорожному трафику. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания Щелково.